Сунец и Тимбаскет. Противостояние опытного сыгранного ствоченного коллектива против салатковой молодежи, которая тоже играет. Ладушкин на Халматова. Степаненко против него в защите. Здорово разворачивается Халматов. Вроде бы не так плохо защищался Степаненко от Бусельникова. Не лезультативный. Асонин. Сида. Хорошо просочился сквозь двоих соперников. Карликов. Симонов. Вот это великолепный шанс забить. Тут, конечно, Симонов не проважут. Мы берем расчет Санта-Круц, Сиэтл Плюс, Пушкина. Я думаю, что Тимбаскетт будет выше всех этих команд. Смелое решение. Не хочу пугать потерей этой тысячи рублей, но я боюсь, что Касарь, возможно, уйдет в бухмейке. Вот так вот. Один из четырнадцати на двоих бросает Санта-Круц. У Тимбаскетт есть и Оладушкин, и Гусельников. Не реализовал Остатенко этот флотер. Поторим с затетом Тимбаскета. Он, в принципе, все правильно делал. В принципе, все правильно делал. Остатенко 85-й номер Симбаскетт. Ммм, неплохо. Очень даже неплохо сейчас здесь. Кажется, именно на его очное попадание. Первый очки в матче. Сложный бросок придумал. Либо это Остатенко. Там вариантов очень много. Либо это Хоноплёк в предыдущей атаке. Либо это Белок. В этом плане, мне кажется, игрокам в Москву нет очень комфортно бросать. Знаю, что даже если не промахнуться, но вот сейчас, как промахнуть. Абсолютно открытый бросок. И за пару шагов не попадает. Хороший разворот был. Халмат. В первую очередь, справедливый Алексей Симнов. Быстроногому, длинноногому. Который за пару шагов может полплощадки обижать. Возможно, я пару раз перепутал Оладушкина с Вечным. Потому что... Ну, Оладушкина с Вечным. Потому что... Ну, практически одинаковые тропомистические характеристики. Еще одинаковое прическое. Оба хвостик завязали. Прошу прощения, если что, игроков в Симбаскетт проще совершить, чем через Симпонентку условного. Хотя, Саша Джордан... Это у нас, грубо говоря, семифутер, да? Бусельникап. Много времени до этого потребовать. Вракуально под самой заданной второй четверти. Чудо не первая быстрая атака от Симбаска. Где же раньше они были? Ну, надо сказать, что у Москвы он это очень степенированная игра. Романтик. Бусельникап. Сидов обыгрывает. Сидов обыгрывает. Симна. И до четырехочкова после скидки. Ахонин на подборе легкие два очка. Да, 30 очков за 200 большим четверти. Это не так уж много пропустили. То в атаке прям все очень плохо. Четыре очка в первой четверти, шесть очков во второй четверти. И пока только два очка в третьем. С простым атефизмом ему это не проблема сделать. Ладушкин хороший токен ролл. Для Симбаска вкладывается. Можно получится хотя бы в третьем периоде десятку разменять по очкам. Ну, а по поводу догнать соперника вообще. Сделать камбэк, как это сегодня сделали. Ну, справедливости ради, без особого труда Симону завершил. Защиты как таковой не было. Но все равно момент смотрелся очень красиво. Не, я про это говорю. Вот здесь говорю. Понял? Скрытый пас пытался придумать астапенко, но потерял. Огромный отрыв. Сорок шестнадцать счет. Тут либо Ладушкин, либо Гусельников. А учитывая то, что Гусельников прямо сейчас отдыхает, то мы понимаем, кто должен был забить этот трех очков. Дой. Халапа. Усилим все-таки в Симбаске удалось 5 четверти разменять десятку. Хороший расцвелом. Это пока первый матч из пяти, где ни у одной из командов толком не полетел дальний бросок. В остальных четырех матчах у нас, как ни ума, одна команда. Я думаю, Симону их не расцвелится. Из-за того, что ему два очка, а не три очка. И так далее. Встретился пока с самым своим сильным соперником в игре защиты точно. И Оранж в первом туре. Оранж, честно говоря, теоретически могли бы слотный баскетбол навязать, но я ту игру комментировал, и там Оранж, добившись хорошего преимущества в первой плане, в третьей, четвертой четверти играли уже на расслабоне. Ну и не полетел из дистанции совсем. Наверное, если был бы более удачный день, трехочковая Гусельникова и Оладышкина в первой половине. И у нас середина четвертой четверти. Ранжировать по силе команды. Все-таки было не так много матчей прошло. Всего шесть туров, да, пять с половиной. Баганас пока что-то не закончился. Считал-то три игры. Ну вот, если чисто на глаз определять силы, я в отсылку. Евгений Канищев, Георгий Гребенкин. Я не знаю, когда они там все вместе будут приезжать. Существует такое то, что все не получится перенести игру. Насколько я понимаю, договариваться о переносе нужно до того, как составлено расписание. Расписание составляется, то я уверен, что это, скорее всего, у вас будет техническое поражение. Потому что за день до игры уже поздно переносить игру. Так что надо либо пытаться собраться, либо быть готовым к техническому поражению, кускват. В любом случае, надо, конечно, поговорить с соперником и с организаторами. Хотя бы предупредить. Два из трех. Ну что, поздравляем! Матфу на 25-й победы.